Привет, здорово, здравствуй, добро пожаловать в обзор Гибсона, который я взял за двадцатку, ну или за 290 долларов, по настоящему курсу. Нет, без сомнений, Гибсон это всегда хорошо. И вот, нахожу я на Авито в своем городе Гибсон за двадцатку, звоню товарищу и просто бегу, лечу на крыльях ветра. Он был в ужасном состоянии, просто в убитом вообще, он был весь в какой-то грязи, то есть это выглядело как сколы, какие-то потертости, вот эта вот накладка вся была из шорта. Вот это, как это назвать, кленовая, кленовая штука, накладка на грифе, она была просто цвета, как на советской акустике. Звучало это все многообразие, просто отвратительно. Но, так случилось, что когда я ее немного почистил, помыл, то оказалось, что там под этим слоем грязи просто прекрасная гитара. Как только я покупаю гитару, я сразу же на ней меняю струну, сразу же пропитываю маслом накладку, как описывал в том виде. Накладку этой гитары, похоже, не видел лимонного масла вообще никогда. То есть она впитала все лимонное масло за пятнадцать минут, и потом я ее намазываю еще раз, и пятнадцать минут она снова его впитала. Вот, накладка стала такого шоколадного цвета. Что на борту? Гитара из красного дерева. Гриф, и дек, и красное дерево. Накладка это печеный клен. Это Gibson Melody Maker Special 2011 года. И это любимая гитара у меня сейчас в коллекции. Тут два звукоснимателя P90. У меня были P90, но, в общем, здесь они работают просто, я не знаю, магически прекрасно. То есть вот этот звук, он прям действительно объемный. Трехпозиционная переключалка вполне себе работает. Среднее положение, я думал, будет давать звук хамбекера. Ну, то есть два сингла, да? Но здесь, видимо, они поступили иначе. Тон, громкость, все как обычно. Странного вида бридж. То есть здесь нет никакой настройки мензуры. Просто прям от тюноматика задняя часть. И привет, и все отлично строят по мензуре. Например, с гитарой вот с этой, где как бы есть намек на отстройку мензуры, у меня было больше проблем, чем вот с таким вот бриджем, как на классическом LPG, или как он называется, с Paul Junior. Прикольный цвет. Это называется TV Yellow. И, как я понял, он достаточно редкий вообще для гибсона. То есть гитары в таком цвете есть, но достать их достаточно проблемно, потому что я так полагаю, что люди, которые получили гитару такого цвета, они, вероятно, в нее влюблены. В чем главная особенность этой гитары? На всех мелодимейкеров голова обрезана. Слева и справа. То есть мы получаем гибсоновскую голову вот без этих вот ушей. Здесь голова полноценная. Эта гитара, она на нековом звукоснимателе звучала как бы объемно. То есть все остальные гитары звучат как будто на листке, достаточно плоско. А тут мы получаем прям действительно объемный хороший звук. И я думаю, что если гитары, ну, становятся, там, дорогими, знаменитыми и популярными из-за звука, то это без сомнения вот про этот гибсон. То есть я прям советую тебе попробовать гибсон с P90, желательно именно на этой модели. Потому что это просто божественно. Ты чувствуешь среднее положение? Еще больше стекла дает такого странного, да? Вот это бридж. Вот это neck. А вот это среднее. КОНЕЦ КОНЕЦ